В эфире проект 24 вопроса в студии Андрей Кривошеев. Здравствуйте! Старейший и самый авторитетный в высшей школе Беларуси 95. С какими показателями встречает Белгосуниверситет свой почтенный и почетный юбилей? Можно ли назвать БГУ государством в государстве? Новое направление в науке и технологиях. Как за университетом закрепилось прозвище самого космического вуза страны? А еще рейтинги студенты и выпускники, балонский процесс, бюджет, информатизация. Об этом не только. Спросим доктора технических наук, академика, профессора, ректора БГУ Сергея Владимировича Обламейко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. В вашем лице разрешите мне поздравить замечательным юбилеем 95 лет старейший университет Беларуси. Самый авторитетный, наверное. Хотя я заканчивал другой университет, и грешно так против альма-матора. Но все же, отдавая дань БГУ, это огромной классической школе, высшей школе. Вы лично как встретили этот юбилей? Действительно, БГУ – это ведущий вуз в нашей системе образования. И недавно мы отпраздновали, действительно, 95 лет со дня основания Белгосуниверситета. В конце октября. Ну и вот две недели, я так скажу, шли разные мероприятия. Ну, в первую очередь, конечно, научные мероприятия. У нас было ряд научных конференций по многим направлениям, которые проводились. Потом проводились, скажем, молодежный форум. Мы приглашали. Называется «Мир. Это инициатива и развитие». И приехала молодежь из 12 стран, где студенты между собой общались. Были заседания советов. Было торжественное заседание, вы знаете, в оперном театре у нас. Кроме этого, конечно, студенты сами нам очень понравилось. Организовали такой вот фалькон-клубе в этом новом. Вечернее, ночное, большое, красивое мероприятие, можно сказать. Но среди них была постановка студентов об истории университета глазами студентов. То есть они, как бы нынешняя молодежь, попали в те годы, когда, значит, создавался университет. И потом шли по истории все и показали историю университета. Это было очень приятно, очень хорошо. Много таких мероприятий и научных, и творческих. Были концерты, и было Кубок Лиги КВН. А вам лично что запомнилось? В чем вы приняли участие? Вы понимаете, все было красивое и торжественное заседание в оперном театре, где были и руководители Совета министров, и администрации президента, и национального собрания нашего. Были гостей, много приехало тоже. Это студенческое, я говорю, спектакль меня поразил, потому что и мы принимали в нем участие. И я принимал как нынешний ректор. И был человек, который играл первого ректора. И были деканы наши, и Вадим Францович Гигин тоже играл. И когда студенты вместе с нами этот спектакль разыграли красиво, я в конце выхожу на сцену и рассказываю Владимиру Ивановичу Печетти, первому нашему ректору, о том, какой сейчас БГУ, и что мы продолжаем это дело. Это было очень трогательно, очень красиво. И это такое очень сильное впечатление произвело и на меня, и на всех нас. Сергей Владимирович, а вы задумывались о том, что вот за эти 95 лет количество выпускников БГУ – это размер хорошего среднего европейского государства. Вы поддерживаете связь поколений? Мы стараемся это делать. У нас вообще БГУ – это, понимаете, такие традиции заложены давно еще. И студенты, вот я, скажем, заканчивал БГУ в 78-м году, и наш выпуск механика математического факультета каждые 5 лет встречается всем курсом. Я знаю очень многие. Каждую вот весну и лето вечера встречи выпускников БГУ приходят выпускники там 60-х годов, 70-х. И эти традиции поддерживать связь, значит, по жизни потом, они в БГУ сохранены, и они на всех факультетах, я бы так сказал, очень сильно развиты. Наши выпускники мы следим. Они тоже нам оказывают помощь всевозможную, и те люди, которые сильные и всегда помогают университетам. Да, это правильно, это во всем мире так делается. Мы сами тоже стараемся следить за выпускниками нашими. Понятно, старших, успешных мы видим, скажем. Но мы и молодых собирали не так давно, выпускников там 5-10 лет назад, особенно по нашим молодежным организациям. Смотрим, как они растут. Но в наш стремительный век они уже могли занять достойные позиции. Да, да, да. Поэтому как бы мы поддерживаем, стараемся в той мере, в которой это возможно. Потому что в целом БГУ окончило более 160 тысяч за эти вот 95 лет. Понятно, что здесь всеми невозможно смотреть. Нет такой службы такой никакой, потому что это требует огромных тоже сил. Но мы видим, я говорю, отслеживаем и видим, чтобы выпускники БГУ, в основном это успешные люди в нашей стране и в других многих странах мира. Не секрет, что многие сторонние наблюдатели, может быть, из такого чувства легкой зависти, называют БГУ государством в государстве, у которого огромный бюджет. По-моему, 100 миллионов сейчас, да? Ну, около 100. Около 100. Немножко меньше. Да, около 100 миллионов. И с завистью говорят, что это государство в государстве. При том, что все и преподаватели, и деканы, с которыми я знакомый общался, категорически опровергают это. Говорят, нет, мы одна из глыб в фундаменте белорусского государства, но себя отдельным государством не ищем. Почему? Понимаете, это сложный вопрос государства в государстве. Понятно, что БГУ большой. У него по нашим меркам бюджет больше, чем у всех других университетов. И в виде деятельности у нас практически все есть, что можно где-то даже придумать. Есть учебная, есть научная, есть производственная деятельность. Вы даже экспортом занимаетесь, насколько я знаю. Экспортом научной техники. У вас есть статья «Экспорт». Ну, понимаете, экспорт образовательных услуг, он обязателен. У нас экспорт научно-технической продукции большой довольно. Более 2 миллионов долларов каждый год мы поставляем продукцию научно-технической. Производим много чего, значит. И там наша аппаратура на Международной космической станции летает сейчас. Это действительно, ну, такая вот крупная организация. Я уж что-то государству-государству сложно говорить все это дело. Но и вы тоже правы, наши преподаватели, когда глыба вот в фундаменте государства. Потому что я всегда говорю, БГУ – это гордость государства. БГУ – это бренд государства. Потому что, братья, если вот среди, скажем, интеллигенции мировой, там, мирстецкой, научной, любой другой, студенческой, БГУ знают в мире очень-очень много. То есть это действительно один из брендов Белоруссии. Бренды у нас есть БелАЗ, скажем, МТЗ и другие, которые среди промышленников известны. А здесь даже это более широкое сообщество, которое, ну, я говорю еще раз, студенческое, родительское, значит, научное все, академическое. И БГУ известен, ну, я бы сказал, в любой стране мира. БГУ – это гордость страны, это бренд страны, я говорю еще раз. Вы заговорили о брендах. Вот давайте тогда о рейтингах. Насколько это важно, во-первых, для вас, как для ректора и для университета? И насколько хорошо вы в этих рейтингах смотрите? Ну, смотрите, рейтинги придумали, значит, создались агентства. Зараз скажем, что их несколько, и каждый считает по своей методике. Да, да, да. Это понятно. Помните, любое агентство может сейчас сказать, я буду ранжировать университеты. И, в принципе, даже вот как испанцы создали в 2004 году, Webometrics, значит, это испанская лаборатория, они ранжируют университеты через присутствие их в интернете. И они никого не спрашивают. Они просто анализируют там, сколько опубликаций ваших в интернете, сколько там учебных в интернете и так далее, и так далее. И любое агентство может создаться и начинать ранжировать университеты. И мы это видим постоянно. Такие агентства создаются. Для вас это важно. Есть основные такие крупные агентства, устоявшиеся. Там называется Шанхайское агентство, агентство газеты «Таймс», QS очень известное британское агентство. Ну, вот как раз по QS 2014 год впервые БГУ вошел в топ-500 лучших университетов мира. Обошел причем и киевский университет имени Тараса Шевченко, и вильнюсский, и прибалтийский. Сейчас мы двигаемся постепенно во всех рейтингах, включая тоже QS. И в QS мы последнее вот сентябрьское издание, и оно раз в году публикует свои, значит, издания, БГУ продвинулся 354-е место. Ух ты! Это уже приближаемся, понимаете, более 30 тысяч университетов мира. Берем 2% 600, 1% 300 университетов мира. Мы целенаправленно идем туда вверх. В 1% лучших. В 1% лучших университетов мира. Это очень сложно, я скажу так, потому что эти рейтинги, они заточены на англоязычные публикации, на англоязычные университеты. А что не хватает БГУ, чтобы войти в этот рейтинг? Знаете, у нас есть рейтинг в экономике «Doing Business». Там есть четкие позиции. Срок регистрации бизнеса – столько-то дней. Срок подключения к коммунальным сетям – столько-то дней. У вас есть, как это, столько-то преподавателей, профессоров, доцентов. Это отдельная тема, потому что каждый рейтинг есть разные параметры. В этом рейтинге 4 основных параметра. 40% – это мнение академического сообщества. То есть они опрашивают ученых разных стран мира сами, что думают, скажем, проаранжируют те университеты. И базируясь на этом, ранжируют это. Это 40%. Столько-то процентов научной публикации. Столько-то процентов мнений работодателей. Они пытаются опрашивать каким-то образом по миру. И так далее, и так далее. Поэтому здесь очень сложно и влиять на это. Сделать что-то быстрое. И сделать что-то быстрое. Что даст быстрый эффект. Поэтому мы понимаем. И вы тоже видите по всем рейтингам. QS вы привели в пример. Вебометекс, я могу сказать. Мы 6-7 лет назад были на 2000-м месте. Сейчас мы уже 500. Британский журнал «Таймс». «Таймс» первый раз. Потому что «Таймс» и «Кюэс» всегда оценивали высшую лигу университетов. Это порядка 600-700 университетов. Так называемая «высшая лига». Где это 1-2%. Потому что вебометекс берет 20 тысяч университетов. Ранжировал через интернет. А эти берут только это самое. И «Шанхайский», скажем, там вообще было 400-500 у него университетов. Там учитывали количество нобелевских лауреатов. И так далее, и так далее. Поэтому очень сложно пробиваться. И здесь еще, опять же, вы вспоминали про бюджет. Бюджет университетов. Выше сотни, насколько я помню, это миллиарды долларов. Это миллиарды долларов. Не глядя за то, что у нас самый большой в Беларуси бюджет. Но по мировым меркам, понимаете, это очень скромно. У нас бюджет, я говорю, сейчас порядка, ну, по нынешнему курсу доллара, если переводить, примерно 75-80 миллионов долларов. Бюджет Московского университета – это миллиард долларов. Значит, бюджет Гарвардского университета, одного из самых главных, это порядка 60 миллиардов долларов. Понимаете, это очень сложно соревноваться. За деньги все-таки технику лучше покупается. И преподаватели приглашаются лучше. Тут массу возможностей. Ну и другие разные аспекты. И побеждают даже в этих рейтингах больше научно заточенные университеты. Вот MIT тот же, Массачевский, Массачевский, да. Понимаете, там больше внимания уделяется научной, в англоязычных. Для наших вузов, СНГшных, это сложнее несколько. Поэтому здесь и вузы России очень так это борются с этим. И мы все видим, насколько все-таки нашим, скажем, русскоязычным университетам сложнее это все дается. Но, тем не менее, мы двигаемся. И никогда БГУ не был так силен, как он сейчас. Это очень важно для имиджа и университета, для имиджа страны. Это очень важно для привлечения иностранных студентов. Да и для выпускников, что уж греха таить. Выпускники гордятся всегда, что мы закончили вуз, который там число 500 лучше входит в мире. И количество иностранных студентов, если взять последних 6-7 лет, оно у нас удвоилось. Ваш университет называют университетом космоса. В том числе и после вашего прихода. С чем это связано? Вы сказали, вы участвуете в космических программах. Понимаете, БГУ всегда участвовал в таких программах. И в программе «Буран» когда-то, значит, в Советском Союзе, и в других. И мы это все сохранили. В университете вот в 90-е годы, в 2000-е стали развивать. Особенно, когда пошли российско-белорусские совместные космические программы. Это вот с 99-го года, и потом уже нулевые годы пошли. Особенно, когда мы вышли на собственные спутники. Да, да, да. Собственную космическую группировку. Абсолютно правильно. Надо говорить. И университет участвует. Участвует в многих аспектах. Я уж тут их не буду перечислять, но одно из главных, конечно, это то, что наше, значит, было раньше фотоспектральное, сейчас видеоспектральная система летает на Международной космической станции. И не так давно очередная версия, скажем, этой системы была поставлена. И мы в 2013 году, по-моему, проводили сеанс связи с космонавтами нашими на Международной космической станции. Они рассказывали, как работают они с нашей аппаратурой. И я хочу сказать, что университет, очень немногие университеты в мире достойны такой вот чести, скажем, чтобы пробиться, чтобы аппаратура их работала на Международной космической станции. Я думал, Массачусс, здесь, да. Ну, я не могу статистику сказать, но я говорю еще раз, это, ну, это единицы. Я думаю, это десятка университетов в мире. Да, в мире, в мире, потому что, вы понимаете, на МКС каждый килограмм, это, значит, должно быть оборудование, полезная нагрузка, суперсовременная. И нам очень приятно, когда наша, я говорю, аппаратура летает, сейчас с ней работают, о ней хорошие очень отзывы, контракты дальше идут, за это платятся деньги нам, за эту высокотехнологичную продукцию. Это говорит, опять же, об имидже исследований белорусского государства. С другой стороны, Сергей Владимирович, есть проблема, я не так давно был как раз в корпорации Роскосмос, те самые лаборатории, которые производили наш спутник и продолжают эту программу сейчас, все хорошо, они безумно хвалили БГУ за ваш вклад в развитие этой белорусско-российской космической программы. С другой стороны, посетовали на то, что не так быстро, как хотелось бы, доходят технологии из Беларуси, но вот в частности привели пример с новыми материалами, композитными материалами. Сказали, что эти разработки в Беларуси есть, и в рамках Академии, и у БГУ, но до нас они почему-то не доходят. Это что? Ну, это странно, я не совсем понимаю, потому что если они знают о них, они заказывают их, значит, и все, потому что мы здесь и разработчики, и заказчики ищем друг друга. Просто я нашел, вот в информации о вашем университете, как раз действительно большая часть новейших разработок связана с новыми материалами. Совершенно верно. У нас разрабатываются на химическом факультете в наших предприятиях новые материалы, и, в общем-то, есть контракты на поставки их, значит. Но, к сожалению, действительно нет с Роскосмосом на материалы именно, потому что, я сказал, на разную аппаратуру есть, но этого еще нет. Но будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время, потому что важно здесь, чтобы разработчики и заказчики знали друг друга. Это же главная проблема нашей науки, которую, кстати, и президент поднимал, когда разрывается связь между исследователями, разработчиками и прикладным производством. Совершенно верно. Поэтому мы над этим работаем, я думаю, произойдет, потому что связи между Роскосмосом и белорусскими организациями хорошие, и это произойдет. А ваши студенты активны в нашей медиасфере? Я говорю, как журналист. В благосфере, в медиасфере. У вас ведь есть своя телестудия. Совершенно верно. Мы и делаем телепередачи, значит, и они показывают. Университет ТВ есть. Все это. Это вот брать телевизионная ветка. Понятно, социальные сети – это отдельно. Если взять БГУ в соцсетях, если вы посмотрите везде, это во всех главных сетях наши группы, значит. Твиттер, Фейсбук, все. Да, да, да. Все везде есть. И очень активно, очень хорошо. И у всех патриотично вот это вот перо БГУ. Ну, по-разному бывает, понимаете, бывает и… Но брендировать, брендировать. Я не знаю, может быть, это ваше поручение – брендировать. Не, не, не. Это у нас есть свои… И бренд-бук даже есть, значит, и все свои символы. И, конечно, студенты гордятся, студенты используют это все. Мы этому тоже рады. Но, тем не менее, находятся люди, которые говорят, нет, это там БГУ плохой. Это же академическая свобода. Все были студентами-революционерами. Абсолютно. Поэтому мы тоже спокойно относимся. Не может 100% студентов мыслить, значит, там одинаково и идти только одним путем. Это академическая свобода, правильно, разные мнения. Встречаемся, дискутируем, осуждаем. И нам приятно, что студенты сами во многом это решат. Самоорганизация. Я к чему подвожу. Болонский процесс – тяжелейший вопрос для многих наших университетов. И мнение академического сообщества и высшей школы колебалось, делилось, равны, неравны части. Нужен ли нам Болонский процесс? Готовы ли мы самоорганизацию студенческую вводить? И операция на новые проекты? Готовы ли мы сокращать сроки обучения, особенно первая базовая ступенька? Вы, как ректор, поддерживаете Болонский процесс? Вы его исполняете, во-первых, да? Во-первых, да. Исполняем, как вы правильно сказали. Но поддерживаете или нет? Потому что президент поручил, я уж не помню, еще в году, в девятом, наверное, где-то, Белоруссии начать процедуру присоединения. Еще, я помню, министром был Иса Михайлович Радьков. Это было поручено министру образования, и министерство начало это все делать. Потом, после известных декабрьских событий 2010 года, Европа сказала, нет, вы тут не демократичны, да, 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 мы вас не будем принимать. И они, значит, это затормозили. И потом уже, когда они там одумались об этом, сказал, значит, говорят, хорошо, ну и дошло все это дело. Но я говорю еще раз, тут же, понимаете, вот эти вещи все, сокращение сроков вы вспоминали, значит, и там... Особенно по гуманитарным дисциплинам, что не все преподаватели разделяют необходимые. Смотрите, смотрите, весь мир давно по этому пути идет. Я имею в виду, что сокращение сроков с пяти до четырех лет, потому что вы тоже знаете, во всем мире или 4 плюс 2, значит, учатся, 4 бакалавра, 2 магистры. Многие страны уже вообще пошли 3 плюс 2 даже, 3 бакалавра, 2 магистры. И мы оставались, ну, чуть ли не единственной страной, я уж не могу 100% говорить за все 200 стран, значит, где была первая ступень 5 лет. В принципе, и это логично, нормально, сокращение сроков, оно по всему миру ушло, это не связано даже с баллонским процессом. Весь мир давно это делал, значит, там, в 90-е начали, там, и мы как бы так тоже думали, ну, пошли по этому пути. И я говорю еще раз, это не было связано там с преступлением, баллонский процесс. Баллонский процесс, говорит, две ступени, бакалавр, там, магистры. Ну, а сколько лет учиться? В разных странах по-разному учиться, и никаких требований не написано, что нужно быть там 4, 3, там, или 5. Это вот касается сроков обучения. И две ступени, они, я говорю, были там... Самоуправление. И до Баллонского. Студенческое самоправление и в БГУ, и в других наших университетах, оно очень сильное, но большое. И несколькими колоннами, представлено. Это и БРСМ, это и студсоветы. И студсовет, там, значит, это студенческий союз у нас, совет по качеству образования, значит, совет старост. Чего только нету, значит, и все это у нас под ассамблеей такое объединено. Это мощные организации большие, которые и контролируют, и помогают, и советуют. И мы с ними советуемся часто, и мы слушаем часто их. Это хорошие организации, и это было. Это было и в нулевые годы, и в 90-е годы, я знаю. Это, опять же, не связано с Баллонским процессом, что здесь надо что-то менять такое. Это было у нас есть. То есть мы всем этим занимались? Да, занимаемся, и все. Это и обвинение, что у вас слабая автономия. Везде, например, одинаково. В каких университетах я не бываю, нигде студенты не управляют университетом. Они советуют. Ректорат слушается, значит, там, или... Звещательный голос. Да, да, это нормально, правильно. И у нас это есть. Доводилось быть в Южнокорейском университете. И я, честно говоря, поразился. Мне это напомнило картинки там советской высшей школы годов так 50-х. С каким благоговением студенты вообще встречают преподавателей, которые заходят в класс. Но, возможно, это менталитет. Это накладывает отпечаток культуры такая восточная. Нет, здесь у нас тоже есть еще пару слов сказать. Когда мы учились, я учился, как-то мы ректора, я бы сказал, так никогда не видели. Мы открыты, мы ходим на дискотеки, мы с ними там играем в футбол, волейбол, катаемся на коньках, значит, не говоря про творческие вечера, все остальное. И это нормально, правильно. Потому что и молодежь это видит, и нам это очень интересно. Поэтому, ну, я скажу, тут демократии очень много, но, я говорю еще раз, все равно есть управленческие решения. Демократия – демократия, но БГУ – это организация. Если ты не будешь вести, то разнесет все. Поэтому тут, в общем-то, у нас нормально все идет. Принципиальный вопрос, тоже сломана немалокопия распределения. БГУ, насколько я знаю, ну, чуть ли не хвастается тем, что распределяет своих студентов и распределяет их на хорошие позиции. Дает им право вот этой первой, первого места рабочего, первой должности. Это правда? То есть вы гордитесь тем, что ваши студенты, отучившись, получают место? Нет, смотри, я не то, что гордитесь. Я горжусь нашими выпускниками в целом. Я говорю еще раз, это успешные выпускники по жизни, в подавляющем своем большинстве. Вот этим мы гордимся. Дать первое рабочее место бюджетникам – это обязанность университета. То есть это не то, что мы этим гордимся, значит, потому что все университеты это делают. Но не секрет, что многие делают это формально. Открывайте, ребята, ИП и идите, работайте на себя. Это засчитывается за распределение. Но есть такие факты. Есть такие факты. Это, в принципе, разрешено тоже и законодательством нашим. И это тоже где-то пользуется этим университетом, но это немного совсем. Это абсолютно, я бы даже сказал, что это больше такие случаи единичные. Мы распределяем обычно 97-98% такого порядка. Это очень высокий процент. Да, и я говорю, большинство подавляющих университетов это делает. Я уже не могу говорить про цифры точные, про каждого. Но в стране у нас так, значит, поставлено. Это нормально, чтобы университеты помогли выпускникам найти первое рабочее место. И мы этим занимаемся. Но это дополнительная обязанность работы ложиться на университет. Потому что есть договора с предприятиями, которые заключаются до начала учебы, прогнозируются и так далее, и так далее. Но за пять лет ситуация меняется экономическая. Предприятия в разных попадают в ситуацию. Поэтому непросто все это. Вы угадываете настроение на рынке труда? То есть вы снабжаете... Ну, я понимаю, вы лично занимаетесь космосом, поэтому космос – это, наверное, наше будущее. Я занимаюсь тем. Просто студенты, которые выпустились по технологиям, допустим, атомной энергетикой или тот же космос, они востребованы априори, потому что это передовые прорывные технологии. А в остальных специальностях, специализациях, вы угадываете пожелания рынка? Мы стараемся это делать, но мы не только гадаем, скажем, мы проводим массу мероприятий. Всегда проводятся дни карьеры, например, на факультетах и вообще университетских. Сейчас мы предлагаем общереспубликанский провести день карьеры, большой февраля месяца, он будет проведен, где мы сводим предприятия и молодежь. И это, в общем-то, хорошие такие мероприятия, где и предприятия приходят, и молодежь, они ищут друг друга. Не говоря уже про то, что, значит, факультеты, зная заявки, работают с предприятиями, кто-то где-то отказывается, смотрит, собирает пакет заявок. Такая кропотливая работа, которая дает, и мы имеем пакет заявок, тут у нас выпускники наши, мы делаем этот вот свод, чтобы доволен был и студент, и предприятие. Это все непросто очень. С учетом того, что у вас учатся 30 тысяч студентов, вы, наверное, в некоторых моментах угадываете настроение рынка труда лучше, чем там министерство профильное. Ну, мы стараемся. Ну, 20 тысяч дневников, значит, заочники сами там, значит, это самое, из дневников мы тоже бюджетников распределяем, кто на платном обучается тех... А, кстати, по заочнику можно судить о нынешнем состоянии экономики. Да, 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 да. Поэтому, в принципе, оно хорошо идет, и проблем не было, конечно. У нас, слава богу, никаких. Следующий год будет двойной выпуск, пятилетние ребята, и четырехлетние будут заканчивать. Будет немножко сложнее, конечно, потому что в два раза больше на рынок выйдут как бы вот из БГУ и из многих других университетов то же самое. Но мы работаем, я думаю, что тоже мы пройдем это все и поможем. Ребятам и студенты стали смотреть на распределение. Если раньше было более отрицательно, это было... Ну, да, меня там засунуло. Да, да, меня куда-то послали. То есть сейчас они, наоборот, я встречаюсь, просят, вы нас распределите, особенно вот нынешние выпускники, вы нас в следующем году распределите. Я говорю, мы сделаем все возможное. Хочу, чтобы вы по традиции нашей программы заглянули в будущее. БГУ 100 лет. Для вас это что? Принципиально что изменится к этому юбилею? Ну, принципиально, понимаете, ничего не... За пять лет тут ничего не изменится принципиально так. То есть такую глыбу так быстро не поднимешь? Ну, ее не поднимешь. Да и принципиально тут не надо ничего менять, потому что эта глыба действительно найдет. Открываются новые специальности, там, новое научное направление, значит, новые связи появляются, там. То есть, понимаете, университеты, они же не могут принципиально меняться. Это такая, она инертная система. Да и, наверное, не должны, да. Эта система достаточно инертная, и это правильно. Я вижу дальше, что БГУ будет еще более сильный в мире. Мы как-то двигаемся, стараемся, хотя это очень сложно, в тот же 1% университетов попасть. Мы видим, как меняется мнение всего академического сообщества, значит, мирового по отношению к БГУ за эти годы. Потому что везде сейчас БГУ хотят заключать контракты к БГУ. Приезжает нам все больше и больше, значит, всегда нас везде рады видеть. То есть авторитет университета растет, и авторитет страны с этим растет. Потому что мы представляем тот самый такой высокотехнологичный, высоконаучный сектор образования, наука, который для страны очень важен всегда. Мы для страны делаем очень много, и по всем направлениям нашим, естественно-научным, гуманитарным направлениям. И вклад наш в развитие страны будет еще больше. Поэтому я вижу великолепное будущее БГУ так, с той динамикой, которой он сейчас идет. И дай Бог, чтобы это все у нас получилось. Я вам на ваше 95-летие желаю, чтобы вот 100-летний юбилей вы встретили действительно с реализацией всех ваших планов. Может быть, даже в сотню университетов мира лучших войдете. По крайней мере, я вам этого искренне желаю. Но и для Беларуси роль и значение БГУ переоценить, наверное, невозможно. Это наш ведущий вуз. Спасибо вам огромное за этот разговор. И еще раз с праздником вас. Спасибо вам. БГУ, как старейший вуз Беларуси, продолжает учить и учиться в свои 95. Осталось еще раз поздравить коллектив всех студентов и выпускников Белгосуниверситета с юбилеем. И пожелать к вековому юбилею стать лучше, но или лучшим в Восточной Европе и СНГ. Мы спрашиваем, чтобы вы знали. Увидимся на Беларусь24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова